И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш тренинг по мануальному массажу и сейчас мы рассматриваем тело человека те приемы, которые мы можем делать тогда, когда он лежит лежа, горизонтально, лицом вниз, спиной к нам и, как я уже говорил, работаем сейчас с поясницей а с ней мы в основном делаем либо вытяжение назад позвонков, либо скручивание и эта вторая часть скручивания уже такие, более конкретные, уже более жесткие есть несколько моментов подхода к человеку первое, когда он, ну, просто прогонослеживаю в прошлом видеоролике мы делали за таз, его поднимали, да, и растягивали по диагонали поднимали за ногу, либо в одну, либо другую и растягивали тазовые кости от, опять, осадился шинения вниз теперь мы попросим человека лечь первый способ, лицом ко мне, соответственно, на левый бок налево, 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 лицом ко мне обычно делают как поднимают ногу вот эту к себе колобут ее на ногу противоположную если человек без одежды, да, то используем салфетки, полотенца тряпочки любые, простыни эту руку вот сюда эту руку вот так голова лежит опущенная здесь воздействие соответственно на крестцовую кость крестцово-поздушное сочинение даем надороховидную косточку своим локтем косточку своего локтя вот этой таким образом, чтобы поднимаем ее вверх на себя а тут даем ему в плечо вот сюда лучше, конечно, чтобы рука была сзади даем в плечо в противоположную сторону здесь есть некоторое опасное, что вы можете передавить лимфоузлы, поэтому не подмышку даем, да? не конкретно в косточку плеча даем, это просто больно, да? постарайтесь как можно больше плоскости рюмки, захватить ему мышцы грудные, да? и через них мы не проводим скручивания опять же по нашему принципу сначала растрясли, раскачали, дошли до этой напряжения и после этого раз надавили есть способ чуть посерьезнее когда мы ногой еще придержим его и даем в грудную клетку вот так вот, локтем есть еще способ, когда мы грудную клетку скручиваем за счет своего собственного тела тело упираемся в его локти растянули и так же растянули вот, по-моему, произошла мобилизация, да? здесь было? ну, я слышал какой-то хруст ну, такой шишок вот, ну, на самом деле способ, я считаю, не очень такой, как бы мощный потому что его, ну, нога зацепилась здесь за ногу, да? и у нас локтем не будет столько силы, чтобы его развернуть особенно, если касается таких тяжелых, грузных людей качков, спортсменов для них можно усовершенствовать эту формулу таким образом, что мы вытягиваем заднюю ногу прямо до всего тела здесь соблюдаем прямой угол человек должен быть в легкой, спортивной форме одет либо, там, пижаму, что-то такое либо в купальнике, да? чтобы ему не стесняло движения джинсы, как правило, они такие крепкие они могут стеснять движения да, чтобы... человек должен лежать ровно на боку чтобы усилить движение, можно ногу, колен чуть-чуть свесить со стола вот уже пошло растяжение здесь залазим на стол над ним ну, либо на полу то же самое делаем и движение у нас будет за счет силу рук там, в противофазе то есть, эта рука в плечо, эта рука в таз опять же, раскачали и я нашла мобилизация скручивание ну, и это еще не все усиливаем нашу формулу для этого мы должны подойти к человеку сзади, с той стороны ну, я сейчас не буду ходить чтобы не стоять стороной своей камере поэтому попрошу перевернись на другой бок, пожалуйста да, вот ремень мы сняли, ослабили чтобы, чтобы ничего не напрягало здесь теперь эту ногу к себе тянем к себе прямой углу создаем этой рукой вот этой предположенной придерживаем просто колено таким образом мы плечи уже развернули назад голову назад подтянись чуть немножко, как говорят, туда повыше сам-сам протянись туда вот так вот заднюю ногу прямую зацепились за стол постараюсь вот так держаться чтобы дополнительно не разъезжалось его тело смотри назад эту руку мы отводим полностью назад и тут еще добавляем скручивание таким образом оно усиливает больше, чем функциональному человек может скрутиться, да? за счет того, что он смотрит в противоположную сторону и доворачивает еще глазами тоже туда еще дальше для этого смотри назад вот это свое отражение здесь вот так тогда я говорю, поставь сам себе лайк вот этой рукой палец большой ты смотри на него голова лежит, голова лежит вот смотри, глазами он довернулся еще больше так, я вставляю руку как раз на вот эту косточку и она выступает упираюсь себе в бедро буду двигаться бедром резкое мощное движение угол все-таки прямой чуть повыше а здесь обхватываю как ремнем безопасности в машине да, вот всю грудную клетку опять раскачали раскачали и дошли до преднапряжение и движение бедром раз в ту сторону теперь немножко другое движение бежи за головой все спокойно таким образом под прямым углом мы надействовали на позвонки L5 S1 и L4 L5 а если нам надо повыше L2 S3 L1 L2 или даже D12 L1 то есть грудной переход нам нужно увеличить тут угол делаем немножко угол побольше вот такой вот и даем уже не в кости тазовой а в бедренную кость это захватывало мягко человека вот так в бедренную кость упираемся растянули расстрясли и разошла мобилизация было что-то там, да? мог не почувствовать но наша задача сейчас именно продемонстрировать как делать теперь случай когда отдельно нам важно поставить сейчас мы просто на растяжение скручивание и растяжение когда нам нужно поставить конкретно позвонки поверить пожалуйста лицом ко мне опять боком вот мы берем рукой щупаем сами позвонки снизу под ними над ними ногу уперли в себе в живот и легким таким поворотами проверяем тестируем где что там могло быть не так где есть смещение ротации позвонков крестово-подвздошное осуществление подвижно или неподвижно и в принципе получается я одновременно массирую за счет того что двигаю его ногой массирую там где пальцем касаюсь этого бывает нужно достаточно но чтобы там растянуть нам придется верхнюю часть растянуть вот так вот то есть например позвонки ушли вниз в данном случае да то есть верхнюю часть мы растягиваем вверх да вот эту часть да ну вы помните да если ушел позвонок в эту сторону нам будет заположена стену и сюда надавить снизу вверх в сторону и снизу вверх дальше мы его искусственно растягиваем вот он и плечом лежат да руки вот так вот растянули по диагонали или рукой дарите позвонки на себя на себя поднимаем вверх ну нам может не хватить силы пальцев да тогда мы растягиваем в другую сторону но опять же не буду ходить человека просто покажу с этой стороны таким образом что мы теперь и когда мы переложим будем растягивать его нижнюю часть ноги на месте ноги на месте ноги на месте ноги на себе ноги на месте вот так вяжем спокойно мы его переложили у нас позвонки которые выше они вверх торчат нам надо вниз для этого мы растягиваем в принципе уже видно да и с этой стороны либо большим пальцем либо ребром большого пальца продавливаем вниз где-то одновременно ноги да одновременно вот раскачали расшатали все это напряжение и потом раз и продавили напряженная конечно техника да но очень полезная поэтому в следующем видео мы покажем еще кое-какие секретные нюансы а вы пока не отключайтесь подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и обязательно внизу напишите позитивные положительные комментарии не теряйте дорогие друзья а еще лучше приходите к нам на тренинги на тренинги мы вас всему научим поставим вам руки и с готовыми навыками отпустим вас в жизнь до новых встреч дорогие друзья